здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про песочницу поскольку там прошел тест полевой модернизации все кто хотели поучаствовали высказали свое мнение что из этого получилось сейчас разработчики с нами делятся новостями что они получили с этого теста что они услышали от игроков что понравилось не понравилось и каково вообще продолжение этой полевой модернизации и так предварительные результаты опроса а также прямые отзывы показали что игрокам понравилась ключевая механика полевой модернизации и они положительно отнеслись к добавлению этой функции на основные сервера в частности игроки в целом хорошо оценили новую возможность тонкой настройки любимой техники в соответствии с индивидуальными стилями игры игроки подтвердили что новая система ролей используемая в полевой модернизации в целом соответствует основным функциям танков а начисление бонусов за модификации на основании ролей были правильным выбором более того танкисты проявили большой интерес к возможности добавлять вторую конфигурацию снарядов и снаряжения оборудования и предбоевых инструкций и переключаться между ними перед началом боя чтобы лучше адаптироваться к предстоящему сражению предварительные данные которые мы видим внушают большой оптимизм поскольку показывают что игроки поняли основную механику полевой модернизации и сочли ее полезной разработчики определили основные темы на которых сосредоточено внимание многих игроков первое некоторые танкисты обеспокоены более высокими бонусами от базовых модификаций для машин 9 10 уровней которые увеличивают неравенство между уровнями машин второе мы заметили дискуссию о чрезмерных улучшениях параметров ряда машин сау отдельных тяжелых танков колесной техники других игроки делятся отзывами об очевидном выборе некоторых параметров модификации следующая часть танкистов беспокоиться о затратах на повышение уровней базовых модификаций и покупку парных модификаций для различных уровней техники также есть вопросы относительно ограничений выбора категории для второго слота оборудования ну и последнее отдельные танкисты обеспокоены тем что выбор снаряжения ограничен 30 секундами на до начала боя ну и в конце что будет дальше с этим всем сейчас перед нами стоит четко задача тщательно изучить все аспекты полевой модернизации на основании данных полученных на сервере песочницы и разработать оптимальные решения для игроков нам потребуется некоторое время чтобы проанализировать цифры и сопоставить их с вашими отзывами мы сосредоточим свое внимание на перечисленных выше темах и обещаем держать вас в курсе дальнейшего развития полевой модернизации но и разработчики поблагодарили всех нас за то что мы протестировали для них на песочнице эту их полевую модернизацию радует что сразу разработчики увидели все вопросы которые волнуют игроков а это значит что полевая модернизация будет скорректирована я надеюсь в лучшем виде появится на основных серверах поскольку видно что она сыровата для этого тесты в принципе и нужны чтобы это все доводить до ума полевая модернизация сделана для того чтобы улучшить наш танк так чтобы нам было комфортно на нем играть в наш геймплей то очевидно что нужно переделывать улучшение которое очевидно что все выберут одни и те же нужен четкий равноценный выбор между параметрами которые сопоставимы друг другу по эффективности а не то что один параметр нормальный другой какой-то вообще не к силу не городу также очевидный дисбаланс с повышением уровня также это все дорого в чем я точно уверен это возможности добавлять вторую конфигурацию снарядов и снаряжение оборудования и пред боевых инструкций вот то что в начале боя можно подстроить свой танк так чтобы нам было удобно играть это отлично в этом я четко уверен что это классная штука которую нужно добавлять в игру и с ней будет намного приятнее комфортнее играть поскольку мы не можем выбрать карту но хотя бы танк мы можем перед боем подготовить и это круто так играть станет намного приятнее а вот остальная полевая модернизация честно говоря требует доработки где-то поменьше где-то побольше и это очевидно было всем что она еще сырое меня радует что эти тесты на песочницы проходит не так как раньше тяп-ляп после этого проводят какой-то тест говорят что всем все понравилось и добавляют в релиз вообще как есть поскольку раньше песочницы это был вообще какой-то бред в этом же году песочница мне больше внушает доверие и выглядит как что-то реально осмысленное сам был варчик играть красиво всем пока он и 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 Субтитры сделал DimaTorzok